В эфире события дня в студии Ангелина Яхонтова. Здравствуйте! Как и всегда, готовы поделиться самыми яркими и актуальными новостями из жизни Курской области. Коротко о главном. Курская область с рабочим визитом посетил замминистра обороны СССР. Тимур Иванов. Его встреча с губернатором Романом Старовой там прошла на стройплощадке военного госпиталя. Работы там должны завершить уже летом этого года. Глава региона обсудил с федеральным гостем и другие вопросы. Все нацелено на обеспечение безопасности жителей Курской области. Поэтому здесь продолжаем работу и для себя вижу, это сегодня приоритет номер один. В Курске продолжают реализацию транспортной реформы, но не без трудностей. Планировалось, что уже летом регион получит порядка 200 новых автобусов, но контракт на их производство до сих пор не заключили ни с одним из поставщиков. Причина в проблемах с комплектующими у заводов. Есть проблемы у всех заводов, производящих автобусы, в том числе в Беларуси, КАМАЗ, ЛОГОБАЗ, ЛИАЗ с комплектующими. Поэтому сегодня проведут целый ряд встреч и переговоров для того, чтобы понимать, в какие сроки может быть поставлен указанный парк автобусов с тем, чтобы в этом году у нас реформа в большей степени, по крайней мере, что касается автобусной части, она у нас шла по графику. В Курске в парке «Патриот» подрядчик закончил основные работы и завершает озеленение. Сейчас строители настраивают освещение и систему автополива, чтобы газоны и деревья не чувствовали дефицита влаги весь сезон. На сегодняшний день весь грунт завезен, весь газон посеян. И я думаю, что до конца текущей недели будут проведены пусконаладочные работы и смонтирована до конца система автополива. На оперативном совещании вновь обсудили заболеваемость кориум. Правда, в Курск области статистика пока не вызывает опасений. В последние две недели случаев заражения в регионе не фиксировали. Вакцина есть. Анна Пикулина. События дня. Всероссийские молеби на победе. В Курск привезли мощи великомученика Георгия Победоносца. Наш регион стал восьмым из ста запланированных, куда доставят святыню. Помолиться и приложиться к мощам покровителя воинства можно было в Знаменском соборе. В храме состоялись божественная литургия и крестный ход. Перед Знаменским собором собрались не только представители духовенства, но и десятки верующих. Ковчег с мощами святого Георгия Победоносца, покровителя воинства, встречали в Курске уже поздно вечером в торжественной обстановке. Непоколебимая вера в победу. Сегодня, как никогда, важно поддержать наших воинов молитвой. Чтобы приложиться к мощам святого Георгия Победоносца и попросить его заступничества, выстрелась целая очередь. Многие пришли с детьми. Ярослав прикоснулся к святыне одним из первых. Папа мальчика около полугода провел на передовой и вернулся в символичную дату. Это было 9 мая, когда я шел возлагать святыню. Он нам позвонил и сказал, что вернулся. От радости чуть слезы не потекли. Маленький курянин посчитал важным попросить защиту у покровителя воинства. Образ Великомученко на протяжении всей русской истории вдохновлял защитников Отечества. А высшей военной наградой в Российской империи был Орден Святого Георгия. С 2002 года этот орден вновь вручают героям России. Если я не приложусь, тогда и счастья не будет. Вот это победа. О победе сейчас молятся по всей стране. Начали мы 6 мая на Поклонной горе в Москве, где святейший патриарх московский отслужил Малевин. После Москвы мы поехали в Тулу. Наверное, в современной истории это самый обширный крестный ход. Это замечательная духовная миссия. Охватит порядка ста городов России. Мы заедем в каждый регион России. В 7 часов утра 14 мая куряне непрерывным потоком шли в собор. Потому что очень сложный для нашей страны период. Очень важна такая соборная молитва за нашу победу. В это сложное время не только приложиться телом, но и сердцем. Помолиться о прекращении войны. Мы за победу. Мы вместе с солдатами, с нашими воинами доблестными. Стараемся им помочь. И делаем и слов, и молитвы. Безусловно, сейчас все призывы о мере, сохранении здоровья и жизни наших защитников. А также, чтобы лазурное небо над нами было свободным. Утром в Знаменском соборе прошла божественная литургия. А затем крестный ход вокруг храма. Планируется, что во всех регионах России святыни побывают до ноября. Дарья Бартенева, Геннадий Воробьев. События дня. Честные тексты и неподдельные эмоции. В одной из воинских частей Курской области при содействии регионального министерства культуры и филармонии с концертом выступила певица Юта. Своими впечатлениями от встречи артистка поделилась с нашей съемочной группой. Любимый мой, лети как воленый ветер, казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете, да не судьба, нам вместе быть с тобой, любимый мой. Слова, знакомые, пожалуй, всем поклонникам сериала «Пока останется спит». А еще сонтрек из «Солдат», песни про маму и любимую девчонку. Актовый зал этой воинской части еще не слышал таких аплодисментов. В минувшие выходные здесь выступила Юта. Есть две категории аудитории, которые невозможно обмануть. Это дети и военнослужащие. Вот отдача, на которую ты рассчитываешь, душевная отдача, тепло, да, она будет только в том случае, если ты, ну, буквально себя наизнанку вывернул и выложился по полной, вот как сегодня ребята выложились, да, как вся команда отработала. Юта уже не первый год выступает перед военными. На ее счету командировки в Сирию и на Донбасс, выступления в воинских частях, на передовой и в госпиталях. Но, по словам певицы, особые эмоции она испытывает, приезжая в Курск. Я не знаю, что у вас тут в воздухе распыляют или что. Всегда хорошо. Вот только ты переступаешь порог поезда, с которого ты сходишь, и сразу становится хорошо. Не знаю, с чем это связано, могу только догадываться. С открытостью сердец, с непростым сегодняшним временем, которое позволило нам многое переоценить, которое позволило понять нам, что нам не так много для счастья надо. А нужно только здоровье и мирное небо над головой. И немного удачи. Военные поблагодарили исполнительницу за выступление и пообещали, что победа будет за нами. Кстати, в июне на всех цифровых музыкальных платформах выйдет 12-й сольный альбом «Юты» – «Струна». Герой главной композиции – легендарный командир морской пехоты с одноименным позывным. У клипа на песню уже больше 8 миллионов просмотров. Есть такая профессия – людей лечить. Это не только благородно, но и благодарно. Ежегодно тысячи выпускников мечтают стать студентами Курского государственного медицинского университета. Специально для них 14 мая в УЗИ прошел день открытых дверей. Ребятам и их родителям рассказали о специальностях, тонкостях поступления и провели экскурсии по кафедрам и студенческому городку. В воскресное утро в фармкорпусе КГМУ было необычайно людно. Здесь собрались школьники и их родители, преподаватели, студенты и работодатели. Традиционный день открытых дверей собрал сотни участников. Анна Хрипунова из Железногорска решила, что станет педиатром еще в шестом классе. Я выбрала именно педиатрию. У меня многодетная семья, я привыкла к детям, мне нравится работать с детьми. Они веселые, мне нравится как-то помогать, как-то взаимодействовать. И именно поэтому я решила пойти на врача. И хотя сердце девушки подсказывает ей стать педиатром, она готова рассматривать и другие варианты. Я хочу посмотреть, как происходит все на остальных кафедрах. Может выбрать какие-то плюсы, какие-то минусы из этого. Возможно, даже пересмотрю педиатрию на какое-нибудь другое направление. Просто вряд ли. В этом году мероприятие отличается от традиционных. Помимо рассказов преподавателей о кафедрах и направлениях подготовки, для школьников провели экскурсии по вузу и анатомическому театру, показали общежития и спортивные площадки. Еще особенностью в этом году. Впервые появились работодатели. Обычно они появляются, когда мы вручаем дипломы. А вот сегодня они будут выступать и говорить о возможностях нашего диплома в смысле трудоустройства. Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области Марина Ковальчук отметила, что среди соискателей выпускники Курского меда ценятся особенно. Их отличает готовность быстро реагировать на вызовы времени. Особенно ярко это показала пандемия. Специальность очень востребована в условиях нынешнего времени, в условиях, когда возможны всевозможные биологические агенты, новые виды инфекций или возвращение старых инфекций. В этом году КГМУ предоставит 700 бюджетных и столько же внебюджетных мест абитуриентам. Особые льготы при поступлении школьникам, чьи родители принимают участие в СВО и детям-инвалидам. Лариса Марковчина, Геннадий Воробьев. События дня. Оказывать первую медицинскую помощь в самой трудной ситуации их призвания. В Курске в виртуальной клинике медуниверситета прошла ежегодная олимпиада по неотложной помощи учения 2023. 22 команды из различных регионов нашей страны приехали, чтобы в течение трех дней получить новые знания в области неотложной помощи и применить на практике уже имеющиеся. Для Анастасии Черняева это прекрасная возможность найти новых друзей и обменяться опытом с коллегами из других городов. Естественно, каждый раз новые компетенции, новые какие-то знания, каждый раз новые сценарии, невозможно подготовиться полностью, то есть включается какая-то соображалка, и ты походу уже применяешь все свои знания, которые были до этого, и которые ты где-то вот сейчас увидел, то есть все это идет в бой. Олимпиада проходит в течение трех дней. Для участников подготовили семь различных этапов. Медицина 14 века, помощь при остановке сердца, работа скорой помощи и многое другое. По словам Алексея Гапонова, организатора соревнований, каждый год участники тщательно готовятся. Во многих вузах реализованы специальные кружки неотложной помощи. Изначально наша была задача это сделать такое большое сообщество людей, которые интересуются неотложной помощью. Ну и дальше мы собрали группы старших студентов, младших студентов, школьников, сделали специальные кружки, которые мы каждый год адаптируем. Ну и как-то само собой возникла идея выяснить, кто лучший, возник соревновательный дух, так появились олимпиады наши. В конце команды объединились для общего дела – ликвидации катастрофы. По сюжету им предстояло устранить крушение двухэтажного дома, в котором пострадали более 20 человек. Актерскую часть взяли на себя студенты КГМУ, которые сделали площадку максимально реалистичной. А оценкой командной работы занимала специальная судейская коллегия. По итогу олимпиады каждый участник приобрел новые знания, а главное – бесценный опыт, который может пригодиться в неотложных ситуациях. Игорь Кружилин, Сергей Дорохов, События дня. Кузница сельскохозяйственных кадров. В Курском государственном аграрном университете прошел тематический фестиваль. Сорта семян, многообразие пород и устройства молочного сепаратора изучила и наша съемочная группа. Доктора Айболита знают все. Герой Корнея Чуковского получился невероятно добрым и запоминающимся. Каждый ребенок мечтал спасать животных в Африке. А школьница Даша хочет стать ветеринаром в нашем регионе. С будущей профессией определилась на все сто. Я собираюсь свою жизнь связать с ветеринарией. Я люблю животных с самого детства. У меня дома живут три утенка, это правда. Мы выхаживаем трех утят с пруда, так как от них отказалась их мама. Я считаю, что это достаточно интересная, но сложная работа. Но в любом случае, из-за моей любви к животным, я думаю, я справлюсь с трудностями. Я готова к трудностям. Рассказать больше о профессиях и помочь определиться с выбором – главной цели агрофестиваля. Важная задача – привлечь как можно больше людей в перспективный сектор. За прошедший год мы очень активно работали. У нас открыто четыре дистанционных совета. Контингент наших обучающихся увеличился более чем на тысячу студентов. У нас открыто 20 новых образовательных программ. Программы все актуальные, востребованные, открываются по запросу нашего аграрного сектора. Рассмотреть поближе куриц и телят, узнать, как работает молочный сепаратор, посчитать деньги на счетной машине или залезть на трехметровый комбайн – мог каждый. Экспозиции представили в рамках презентации факультетов. Вот здесь вы видите сорта сои, гороха, озимой пшеницы, овса и чменя. Мы сами производим семена вот этих культур. Это все элита. Поэтому мы работаем над тем, чтобы улучшать качественный состав наших семян российских над увеличением сортов и для того, чтобы эти семена использовались в дальнейшем нашими хозяйствами Курской области. Также на фестивале организовали ярмарку вакансий. Представители крупнейших в регионе брендов, связанных с сельским хозяйством, рассказывали о рабочих местах и возможностях трудоустройства. Кристина Леонова, Егор Грожанкин, Сергей Дорохов. События дня. Конь – огонь против пожара. В Канышевском районе местность патрулируют нестандартные экипажи – казаки на лошадях. Добровольцы навещают граждан группы «Риск», беседуют и вручают им самосрабатывающие огнетушители. Не с сиреной, а под топот копыт. Так, казачьи патрули инспектируют отдаленные населенные пункты. В первую очередь навещают граждан группы «Риска». В этот раз в повестке восемь адресов. По трём приняли дополнительные меры безопасности. Вручили хозяевам самосрабатывающие огнетушители шар. Если появляется очаг возгорания, он нагревается, лопается, появляется, уступает с него порошок, который моментально тушит очаг пожара. В особый противопожарный режим под контролем казаков и ландшафтные возгорания. Во время рейда один из жителей деревни попался с поличным. Мужчина, что вы делаете? Вода есть? Костёр потушили, а поджигателю напомнили о рисках и штрафах. Кстати, профилактика пожаров – не единственное направление работы казаков. Летом, значит, приезжаем по пляжам, потому что много пляжей, которые у нас не оборудованы. На них купание запрещено. Разъясняем отдыхающим, к чему это может привести. Особенно в жаркий период люди приезжают, начинают на пляжах распивать спиртные напитки, потом в нетрезвом виде лезть, купаться, к чему может привести, к утоплению. Спасатели отмечают – помощь конного патруля действительно ощутима. Уже в текущем году ими было выявлено шесть возгораний сухой травянистой растительности, которые непосредственно ими было это всё ликвидировано, не дав распространению огня на близостоящие строения зданий и сооружения. Конный патруль мониторит обстановку во всех 89 населённых пунктах Канышевского района. Кристина Леонова при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области. События дня. История о любви к реке. В выставочном зале «Звёздный» открылась выставка «Я люблю тебя, Лена», Валерия Цымбулова, заслуженного учителя Республики Саха и преподавателя школы номер 27 имени Александра Дейнеки. Чем автора поразили северные красоты и почему он называет реку живым существом? Расскажем в нашем сюжете. Люди везут что-то такое, вещи какие-то. У меня был чемодан с книгами и маленький этюдник, ну как маленький, такой чемоданчик с красками, с кистями. И как только я увидел реку и лёд, я взял этот этюдник, на подоконник поставил и стал писать этюд. Я его помню до сих пор. Так началась история большой многолетней любви с первого взгляда к Лене. Некоторые интересуются, кого же любит там Валерий Ильич, и что это за Лена. И уже были прецеденты, когда появляются в зале, говорят, а где Лена? Я говорю, вот идите в этом зале, смотрите. Сам Валерий Цымбулов на Лену уже насмотрелся. Говорит, знает каждый квадратный метр. Преподаватель ИЗО прожил на севере почти 30 лет. Во время летних каникул путешествовал по реке на баржах с друзьями-корабелами. Комары огромные, желтые, рыжие. Это страшные вещи. Но красота неописуемая. Вот эту красоту я попытался здесь показать, чтобы люди видели, что такое река Лена. Это не просто река. Это живое существо. Абсолютно чистое. Воду можно прямо брать, пить, потому что там никаких загрязнений нет. Там нет ни заводов, ни фабрик, ничего. Однокурсник Валерия Ильича Леонид Руднев отмечает, что и в молодости, и сейчас у художника неиссякаемый поток энергии. И на севере они спортом занимались, и самодеятельностью, и вечерами рисовали. Сейчас это все закрыто. Понимаете, охрана кругом. У нас все открыто. И в субботу, в воскресенье мы работали, рисовали. Педагоги вместе с нами. Жизнь активная была. А юная художница Ульяна Солдатова отмечает, что у всех картин Валерия Цымбова есть свой авторский стиль. Необычно то, что на многих картинах, допустим, берутся абсолютно простые формы, вот допустим, как на этой берутся абсолютно простые формы, берутся абсолютно простые материалы, делаются буквально пару штрихов и получается сразу узнаваемая картинка. Это уже 20-я выставка Валерия Цымбова. Мероприятие приурочено к 85-летию автора и 65-летию его работы в школе. Посмотреть картины можно до 23 мая. Диана Пахомова, Анастасия Давыдова, Геннадий Воробьев. События дня. А на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин